Драбок. 15 лучших от профессионального писателя Сержа Корсаковский. Смотри, слушай, участвуй. Подробности во вкладке «Сообщество» на YouTube-канале Костя Суханов. Плюс бонус в конце. Поехали! Гонка оленей хупряжек. Никакая сила не могла остановить этот стремительный бег оленей хупряжек. Бег по кругу. Бег без конца. Погонщики орали дикими голосами, стараясь придать еще большей скорости в конец уставшим животным. Но это не помогало. Лидер гонки определился с самого начала забега, и это было без сомнения. Он победитель. Оставался еще круг. Последний круг. И вот она, желанная финишная черта. А за ней награды и слава. Слава победителя. Но вдруг что-то случилось. Словно небо по своему желанию отвернулось от лидера и от его уставшей упряжки. Внезапно потух свет. И карусель остановилась. Не дотянув до железной калитки финиша ровно метр. Проиграли все. ДИАЛОГ ГОРДЫХ ПТИЦ Скажи мне, отец, мы же самые свободные в этом несправедливом мире птицы, а? Да, мой сын. Только нам принадлежат все эти неизведанные дали. Только мы можем диктовать свои условия высшим силам, включая людей. И в охоте, и в добывании корма нам нет равных. И не только в этом. Мы неуязвимы. Мы можем парить в небе, как величественные орлы. Мы можем бросаться в неравную битву за средства существования, как гордые ястребы. Мы сильны. Нас много, и мы неистребимы. Ты понял, сын? Да, папа. Мы соколы неба. Эй, воробьи! Что тебе, ворона? Заканчивайте о высоких материях. А то лошадь прозеваете. Без горячего останетесь. ДИАЛОГ ЛЮБИМЫХ Алана, что случилось? Коннелл, давай поговорим откровенно. Давай, дорогая. Понимаешь, Коннелл, я стала подозревать тебя в неверности, в измене. Я устала. От твоего обмана. От... О чем ты? Извини меня, Коннелл. Мои подозрения подтвердились. Ты изменяешь мне. Я сейчас посмотрела твой телефон, и я... Алана. В твоем телефоне. Одни девушки. Ты... Как ты можешь говорить мне о любви? И, о, Коннелл, ты убил меня. На, забери свой айфон и не оставляй его, где попало. Ну, Алана, мой телефон при мне, вот он. Ой, а это? А это, судя по всему, твой телефон. Все время говорю тебе, не пей много виски. Кукушка. Ку-ку. Ку-ку. Прокуковала кукушка и спряталась обратно в часах. Плохо. Проговорила желтая муха, одна из трех сидевших на разлитом варенье на столе. Почему? Спросила другая зеленая муха. Я загадала, сколько мне жить. Зря ты загадала сейчас. Надо прилетать к полуночи. Она двенадцать раз кукует, сказала третья. Синяя муха. Вообще не верь этому. Пережиток. Мы бессмертны. Главное, чтобы сахар был. И посмотрев на зеленую, предложила той. Полетели на халву. Попробуем ее. И желтый. Жди нас здесь, бедолага. Две мухи сорвались с варенья и жужжа улетели на халву. Мимо домработницы, поднявшей вверх мухобойку. Чпок. Кукушка была права, подумала синяя муха. Выбор. Райан, вы готовы? Да, ваше преподобие. И вы отказываетесь пожалеть о случившемся? Отказываюсь. И вы не будете винить произошедшим нас, своих друзей, поддержавших ваш выбор? Нет. Я готов принять действительность, какой она есть. Что вас подтолкнуло к этому выбору? Наверное, желание не быть белой вороной и соответствовать критериям нашего свободного мира. А еще? А еще быть сильным, отважным и примером покорителя неизведанных миров и пространств. Я готов к подвигу. К подвигу? Ну да. Я поздравляю вас. Вы вливаетесь в громадную массу свободных людей. Падре, узаконьте брак рядового Алекса Райана и лейтенанта Артура Брауна. Отныне они муж и жена. Потеря Господи, за что это мне? Чем я тебя прогневил? Страшнее этого наказания и не испытывал в жизни, наверное, самый последний грешник на нашей земле. Как же жестоко ты со мной. Ты лишил меня всего, моего тела, зрения, слуха, восприятия красоты мира и друзей. Я пропал для них. Я пропал для всех. Я прокаженный. Я наказанный неизлечимой болезнью. За что? Ответь мне. Смилуйся. Верни мне то, что дает радость жизни. Верни мне то, без чего я не мыслю своего существования. Верни мне слух, зрение и любовь к ближним. Прошу тебя. Георг, что ты шепчешь? Я разговариваю с Богом. О чем? Я потерял айфон, мама. Дрэбл. Полноценный рассказ, в котором не более ста слов. Оратор. Доброе утро, мистер. Впрочем, уже не утро, а вечер. Утром вы сюда пришли. И без малого десять часов выступаете здесь с громкими речами перед местной публикой. Я устал наблюдать за вами. В ваших речах подстрекательство к бунту, к неповиновению власти, к конфронтации с королевой. Какие цели вы преследуете вашими речами? Отвечайте. Доброе, доброе. Понимаете, я политик, а риторика для политика – один из главных инструментов, которыми он должен владеть в совершенстве. Вот и я решил выступить перед вашей аудиторией, так как она самая беспринципная и слушает, не перебивая. Извините, я пойду. Идите. Уже вечер, пора домой. Да и кладбище уже закрывается. Партнеры. Хай, босс. Хай, Джонни, как дела? Хорошо, босс. Мы, как и намеревались, открыли бюро на центральной площади. Великолепно, Джонни. У нас не будет конкурентов. Исключено, босс. Только партнеры. Ознакомьтесь со списком. Зачитываю, Джонни. Да, босс. Первый. Городская кредитная организация «Ваши деньги – наше все». Вторая. Не менее значимая. Алкогольный буддик «Текила Джаз». Конечно же, казино «Хоп-Зеро». Ну и оружейный магазин следом. Наша пуля не дура. Ловко, босс. Партнеры что надо. А как мы назовем нашу фирму? Как и планировали. Бюро по оказанию ритуальных услуг. Канем в лету. Мы не должны выбиваться из общей массы, босс. Все для народа. ПЛЕННИЦА ПОПАЛОСЬ! Паук посмотрел на сети паутины, где жужжа билась муха, стараясь освободиться. Он перебежал по нити паутины и остановился рядом с жертвой, намереваясь вонзить в нее свои клыки. Но, подумав, обратился к пленнице. «Ну что же ты такая глупая? Неужели ты не видела мои сети? Чему учит жизнь? Будь аккуратна. Никому и ничему не верь. Добрый паук, отпусти». И второе. Никогда ничего и ни у кого не проси. «Я боюсь паук». «И третье. Не бойся ничего. Все наступит, как решило небо». И хищно наклонился к мухе. Но свет погас для обоих. Паузы тут всякие. Недовольно проговорила уборщица, избавив веник от паутины. Последний залп. Это был последний корабль вражеского флота, еще не потопленный. Но и он взят на прицел береговыми орудиями. Оставалось только пустить торпеду, чтобы судно неприятеля прекратило свое существование. И тогда громкая победа на зависть всем. Но что это? Торпеда застыла и отказывается покидать свою шахту. И никакие силы не могли ее заставить сдвинуться вперед. Наводчик лихорадочно пробежал руками по всем клавишам и кнопкам. Но чуда не случилось. Торпеда замерла. Последний корабль покачивался, несраженный на спокойных волнах моря. Наводчик поднял вверх заплаканный взгляд и услышал, как из преисподней. Голос, обращенный к нему. Молодой человек, время игры стекло. Киньте в автомат еще жетоны, продолжайте. Разнос. Ну что, господа из съемочной группы, скажете, что? Смотреть в глаза. За что вам платят деньги? Большие деньги. Я посмотрел ваш последний фильм. Это даже не эротика. Это порнография, которая недостойна показываться на наших экранах. Вы разрушаете сознание наших обывателей. За такие фильмы мы обязаны вас судить. И добиться, чтобы ваша съемочная группа исчезла. Как вы влияете на неокрепшие умы. Как вы развращаете наших граждан, вызывая в них отторжение красивого и этичного. Все вон. Завтра договорим. Вась, че он тут на вас орал? Наша сборная по футболу вчера проиграла. А вы при чем? Мы этот матч вчера по центральному каналу транслировали. Рандеву. И вот он. Наступил тот момент в жизни, который боялся и оттягивал как мог Джон Уокер. Разведчик нелегал известной тайной службы Британии. Он знал, эта встреча рано или поздно случится в жизни. Но не предполагал, что это будет так внезапно и так опасно. Он никогда ничего не боялся. Ни злой пули. Ни предательства друзей, ни плена, ни смерти. Но эта встреча была ужасна и неотвратима. Ноги дрожали. Тело все вспотело от липкого страха. Но, пересилив ужас, Джон Уокер толкнул дверь и сделал неуверенный шаг вперед. В неизвестность. — Джон Уокер. Дрожащим голосом представил сон и добавил. — Разведчик. — Маша Стрейкер, — послышалось в ответ. — Хирург-стоматолог. Сбор ордена. Состояние ордена бедных рыцарей подходило к концу. — Гу-го! — кивнул магистр. — Орден избрал тебя среди своих родственников рыцарей главным по созданию ополчения для нашей борьбы. — Я принимаю это, магистр Фальканжуйский! — преклонил колено Гу-го. — Нет пощады неверным! — и выкинул вперед руку. — Мы вооружены вперед к победе! — К победе! Возьмем реванш за битву при Форби! Унизим врагов! С ненавистью послышались призывы остальных членов ордена. — Нас мало! Всего лишь восемь! Но мы сила! Да, сила! И никто не смог бы эту силу победить! Ни инквизиция, ни мамлюки, ни египтяне! А только лишь он, доктор Петров, появившийся внезапно в палате, неся в руке шприц с аминозином. ЧП мирового масштаба Ничто уже не могло спасти округу от нашествия нечто, вырывающегося наружу из своего заточения в этот летний день и уверенно поглощавшее все живое в округе. Траву, деревья, дома. Кто же мог выпустить этого джина? За что космос решил покарать жителей этого села? Загадка. Спасатели, присланные для нейтрализации зла, были бессильны перед этой вселенской бедой и, боясь утонуть, ругаясь, бросали защитные костюмы, разбегались по сторонам. Своя жизнь была во сто крат дороже, чем все те жизненные выгоды, обещанные им в случае победы над этой напастью. И только один человек был спокоен. Именно он и кинул в деревенский сортир пачку дрожжей. Рождение литературного течения «Буэнос диас, Хорхе! Что ты такой скучный? Опять издательство не заплатило за твои литературные труды?» «Эм, это ты, Альвара?» «Да нет, редактор бесчинствует, считает, что я пишу глупости и удаляет все. Оставляя только малую часть написанного. Посмотри сам». «Ну да, всего-то. Ха, один абзац. Ты же говорил твои рассказы по десять страниц. Где остальное?» «Остальное редактор вымарал. Говорит, дописывайте, соблюдая нормы и правила написания». «А как? Фантазии нет вообще. Что делать, Альвара?» «Отнеси это. Может, напечатают?» «Хм, попробую. Через три дня». «Буэнос диас, Хорхе! Чего такой радостный?» «Я напечатали Альвару. Все абзацы? Там же не больше ста слов. Все драблами назвали». Друзья, вы тоже можете поучаствовать. Напишите 15 драблов и вас услышат. Не забывайте про лайки и комментарии. Именно ваш голос решает. А теперь обещанный бонус. Читал Костя Суханов. Услышимся в следующем выпуске. Привет, любители аудиокниг. Привет. Это обращаюсь к вам я, писатель Серж Корсаковский. Причина моего обращения к вам имеет некоторую подоплеку. А именно, именно появление на канале Костя Суханова озвученных им драблов, кои вы уже, наверное, имели честь и прослушать. И дать свою некоторую оценку и декламатору, и авторам эти драблы создавшим. Костя Суханов на своем канале бросил клич. Поучаствовать в этом хорошее начинание всем желающим. И профессиональным писателям, и новичкам в писательском деле. И просто рядовым любителям литературы. Не имеющим в написании книг, но никакого участия. То есть просто читателям. Ну и конечно же я не мог пропустить эту инициативу мимо себя. Как же, интересно же, новое что-то. Смогу ли я? А вдруг? А может? А если? Много вопроса всплыло в голове. Но волков боятся в лес не ходить. Так же говорили мудрые? Правильно. Так. И я принял решение. Напишу. И написал. Ну а вам, как любителям аудиолитературы, уже и судить и меня, и мои драблы, и Костю Суханова за то, как он преподнесен вам в озвучке мое творчество. Заранее говорю вам спасибо за ваши комменты. Причем за любые. Для меня они дороги все. И позитивные, и негативные. Но прошу не бить сильно. Не потому что я не держу удар или боюсь критики. А потому что драблы для меня новое направление. И я мог как-то неправильно понять их суд. Но что получилось, то и получилось. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Да нет, не все. Если я, а я верю, так и будет, Косте будет пришла на драблы, написанная непрофессионалом, и они понравятся слушателям, то я подарю на переставшему эти драблы последнюю мою книгу. Ну, конечно, с моим автографом. И я верю в то, что проверить себя на литературном поприще захотят многие. А вдруг в ком-то спит великий писатель. Пора будить. Ну, до встречи на канале Костя Суханова. Ваш, но не всеми и любимый еще писатель Серж Корсаковский. Да, еще немного. Учитывая то, что я писатель сатирик, мои драблы написаны в юморном стиле. Не забывайте про лайки и комментарии. Именно ваш голос решает.